Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать сегодня на нашей новой лекции проекта «Страны мира сквозь века» и посвящена она будет древнеримскому обществу и городу. Сегодня мы совершим небольшое путешествие в историю Древнего Рима и узнаем с вами или вспомним иногда даже какие-то вещи, которые, может, мы уже знаем, и посмотрим, какое место в этом процессе формирования общества менталитета римлян имели те или иные события, определенные личности, и вообще, каковы они были, эти римляне, какой был их характер, каковы были их привычки и в целом характерные особенности. Потому что Древний Рим оставил нам в наследие очень многое, сам он перенял традиции предшествующих до него, более развитых культур, не скроем, что они не являются перевопроходцами, до них еще и греческая цивилизация достигла очень больших высот. Но Древний Рим уникален тем, что он объединил в своих границах огромное количество наций и государств и в итоге создал уникальное пространство, объединенное общими законами, взглядами, стандартами жизни, юридическими нормами и прочими другими вещами, которые нам, современному человеку, уже близки. Мы все слышали про римское право, про то, сколько дорог римляне настроили в Европе и по всему миру, мы знаем про современные взгляды, которые во многом тоже, и на устройство городской культуры, городского быта тоже берут свое начало в эпохе Древнего Рима. Дело еще и в том, что римское общество не было таким, как можно показать, каким-то замкнутым, оно включало в себя постоянно все новые и новые элементы, новые этнические элементы в том числе, и породило то явление, которое вот сейчас может в чем-то напоминает, например, 19 век и, например, те же Соединенные Штаты Америки, то есть гражданство, которое не зависит от вашего происхождения. То есть иммигранты, приезжавшие в Америку, становились американцами, и было неважно кто-нибудь по происхождению. Вот такая же уникальная ситуация, она складывалась как раз в древнеримском обществе, где тоже уже с течением времени происхождение не играло уже очень такой значительной роли, и политическая жизнь, и общественная жизнь, она была очень развитой. И вот сегодня мы посмотрим с вами, как это все складывалось и как это все происходило. Чтобы немножечко вспомнить периодизацию истории Древнего Рима, чтобы не вдаваться в очень большие занудные подробности, потому что я знаю, какая история может быть тяжелая. Царский период – это VI век до н.э., ранняя Римская республика с V по III века до н.э., поздняя республика, то есть вы видите, что республиканский период республики делится на две части – раннюю и позднюю. То же самое происходит с империей. Ранняя и поздняя империя. Поздняя республика до I века до н.э. – это фактически уже рубеж с началом новой эры. Ранняя империя – I и II века на рубеже складывается. Получает она еще вот такое второе название «Принципат» и поздняя империя с IV-V века до н.э. – «Доминат». И мы знаем, что в V веке происходит знаменательное событие, которое подводит черту в этой истории Древнего Рима. А что именно происходит? Подвение Западно-Римской империи в V веке. Поэтому завершается этот период. Каждый из этих периодов знаменовался определенными фазами развития общественных отношений прежде всего. Республика отличается от империи понятно чем. И формой правления, и то, что в империю император появляется на арене, которого никогда не было в истории Древнего Рима. И появляется он неспроста, появляется он в силу обострения и усложнения социальных отношений. И императорская власть – она наследственная. Так получается. Его не выбирают, так как в республиканский период консулов, например. То есть он по праву рождения. Здесь вытекают свои плюсы и свои минусы, получается, в этой ситуации. Идеалами, так скажем, если можно их свести, может быть, к нескольким словам, а может быть, вообще даже к одному слову, идеалом римского сознания являлась доблесть и беззаветность служения Родине, которое по-латински называлось «виртус». Вообще «вир» – это значит мужчина, муж. «Виртус» – мужественность. Всё, что сопутствует этому определению, этому понятию, всё оно сюда включает. Человеческое благородство. Но мы его с вами сегодня понимаем немножечко по-другому, это человеческое благородство. Потому что некоторые поступки римлян были далеки от современных понятий человеческого благородства. Прежде всего, это следование определённым правилам, учреждениям, нормам. И в этом плане римляне очень сильно отличались от греков. То есть менталитет греческий и римский был, так скажем, не то чтобы небо и земля, но они очень сильно отличались. Несмотря на то, что близки были культурные, искусства, то есть их объединяла эта базис. Но в то же время их менталитет формировался в совершенно разных направлениях и был вызван совершенно разными нужными потребностями и условиями жизни общества. Ну, скажем так, у нас приблизительно, да, они существовали приблизительно в одно и то же время. Мы не можем сейчас сказать точные границы, потому что, например, расцвет афинской демократии. Первый закон – это в греческих государствах, когда вы нас, помните, я вам рассказывала, принимались. Аж в VII веке они появляются, первые законы. Потом у нас с вами наступает период расцвета греческой демократии, да, вот этой полисной демократии. Это V век. И получается, что приблизительно в это время формируются республиканские основы существования Рима. Они примерно, греки, можно сказать, чуть-чуть опережают, но в то же время их развитие, оно отличается. Тенденции были разные. Вот в чём дело. Вергилий, вот как вы видите здесь изображён, и Октавиан Август. Два очень таких разных, но очень значительных человека в римской истории. Вергилий – это знаменитый римский поэт, который написал поэму Энеида, о которой я тоже говорила и упоминала в предыдущей лекции, когда мы говорили о греческой колонизации. Энеида по имени Энея, одного из персонажей, героев Троянской войны, который вместе с родственниками и, так скажем, племенами родственными, перемещается на Пенинский полуостров, и в конце концов, его потомки основывают Рим. Почему Вергилий и Октавиан Август? Да потому что они современники. И Вергилий потому и писал эту поэму для того, чтобы угодить Октавиану Августу, который победил в этой борьбе, чтобы стать императором. У него были ещё соперники, и один из них самый страшный – это Марк Антоний, у которого очень печально закончилась история с Клеопатрой. Так вот, победив всех своих остальных соперников, Октавиан Август становится первым императором Август. И как раз это совпадает с началом распространения христианства. То есть вот такая ключевая эпоха. Вергилий пишет Энеиду для того, чтобы обосновать право Юлев, а он принадлежит к роду Юлев, Август, право занимать правящую свою должность, право на престол, потому что происходит он из род Юлев напрямую от Энея. Вот вам и связь. Строчки, посмотрите, из Энеи до Вергилия вам очень хорошо описывают как раз предназначение римлянина с точки зрения Вергилия. «Смогут другие создать из вояний живые из бронзы или обличье мужей повторить в мраморе лучше?» О ком речь идёт? О греках. «Римлянин, ты научись народами править державно, в этом искусство твоё – налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных». То есть не искусство, не архитектура, а именно управление, политическая система и всевозможные предписания и так далее, о которых мы с вами будем сейчас говорить. Вот он, Октавиан Август, основатель Римской империи. Появляется в то же время и знаменитый термин «вечный город». Вы знаете, что Рим называют вечным городом, а «этерно урбс» по-другому, по-латински. «Зачита Этерно» по-итальянски. И другой поэт Альби Тибул приблизительно, ну опять же, примерно в это же самое время, видите, 50-19 годы до нашей эры, пишет стихотворение, в котором бог Аполлон предсказывает необычайное могущество Рима. Опять видите, чтобы угодить правящей элите, вот так скажем. «Ромул ещё не сложил те стены вечного града, где поселиться не смог вместе с ним брат его Рэм». То есть речь идет об основании Рима Ромулом, как мы с вами поняли, и он наделяет Рим эпитетом «вечный город». Но с тех пор, конечно, прошло уже очень долго времени, порядка тысячи лет, конечно, можно сказать, что это вечный город, уже даже в ту эпоху. И знаменитым историком, который написал фундаментальный труд, вот первый, можно так сказать, сам римский историк Тит Ливи, это история от основания города. У нас есть в библиотеке вот такой замечательный сборник «История античности», в котором можно ознакомиться как раз с историей от основания города Тита Ливи. То есть это буквально оригинальный текст. И если вы хотите его углубиться потом уже, после нашей лекции в чтении, как же Тит Ливи представлял себе основание города, он начнет опять с представания про Энея, соответственно, мы можем с ним ознакомиться. Чуть-чуть попозже. Относительно исследователей истории. Если Тит Ливи это, собственно, древнеримский историк, и у него были какие-то свои тоже взгляды определенные, мы знаем, что когда пишется какое-то историческое сочинение, то неизбежно оно будет в определенной степени субъективным. А иногда и вообще довольно субъективным. Этот вопрос сложный. И поэтому история Древнего Рима занимала умы ученых не одно столетие, так скажем. И когда оформляется историческая наука в XIX веке, то историю Рима начинают изучать не с точки зрения сказаний, и не опираясь исключительно на мнение историков Древнего Рима, непосредственно тех самых древних историков, а создавая какие-то свои версии, сравнивая источники. И археологические источники, и письменные источники, то есть проводя вот этот исторический анализ. И он стал давать определенные результаты, благодаря которым мы сейчас можем иметь представление не просто по рассказам историков, а объективную более-менее картину того, что происходило, какие были отношения общественные, что вообще происходило в Древнем Риме. Теодор Момзен, автор фундаментального труда «История Рима», это немецкий исследователь, немецкий ученый, чрезвычайно известный в рядах и профессиональных историков, и просто любителей истории. Если вы еще не читали его историю Рима, я советую вам прочитать. Знаете почему? Дело в том, что он провел классальное исследование очень большое количество материала, это раз, что уже говорит о его всерьезности, фундаментальности. Во-вторых, он сделал очень интересные выводы и обобщения, логические умозаключения на основании этого материала, и они актуальны во многом до сих пор, несмотря на то, что он писал это в XIX веке. То есть и сейчас современные ученые тоже могут взять работу Момзена и очень интересные подробности подчеркнуть в ней. То есть книга читается легко, и в то же время она очень серьезная, очень хороший такой баланс получается. И еще хочу отметить тоже исследователей современного уже, это Мэри Бирд. Дело в том, что исследователей по истории древнего времени очень много, и очень много работ написано, и сотни, может быть, тысячи работ в этой тематике. А в то же время хотелось бы выделить какие-то наиболее характерные. Мэри Бирд очень известная женщина в Британии. Она профессор Кембриджского университета. Она первая женщина-преподаватель на кафедре антиковедия Мюнхэм колледжа. То есть не было до нее вообще преподавателя антиковедия женского пола. Это уже говорит о многом. Да, в какой-то степени это традиция. Да, ну тоже они, конечно, в этом плане. Она была в 1955 году и написала, в том числе и в соавторстве, несколько работ. Вот у нее очень известная работа. Это, видите, «История древнего Рима». Это аббревиатура SPQR, которая часто видна на штандартах римских. Если кто-то смотрел фильм о древнем времени, то вы могли видеть эту надпись загадочную. Похожа на спор, но это не спор, это Q. Видите, это не О, это Q. И приводится эта надпись загадочная «Senatus populus curitium romanus». «Сенат и граждане Рима». Или называлась по-другому, то есть интерпретировалась «Senatus populus curitium romanus». «Сенат и народ Рима». Обратите внимание сразу на это название. «Сенат и граждане Рима». Вы сразу видите некие две сферы. Вот это тоже очень важно. Это тоже очень важно для понимания римского менталитета. А он очень патриархальный и очень традиционный. Несмотря на всю свою прогрессивную мысль римская, право и так далее, он очень архаичный, очень патриархальный. И мы когда будем говорить сейчас с вами о семье римской, мы это увидим. У Мэри Бирд очень интересный вышел сериал, вы видите, производство BBC. Я представлю вам империю римскую или, как ещё встречаете, встреча с римлянами и так далее. Трёхсерийный этот выпуск у неё. Очень интересно тем, что она поставила себе задачу посмотреть на некоторые моменты римской истории немножечко по-другому, то есть немножко по-другим углам. Вот с чем, собственно, это интересно. Поэтому если вдруг вы увидите, что его будут повторять по каналу культуры, я вам настоятельно советую посмотреть очень много действительно материала о бытовых сторонах жизни рима. Не просто будет перечисление императоров. Нет, это не эта цель. Именно условия жизни римлян, их отношения, их быт, чем вообще люди занимались в древнее время, как они жили, какими проблемами и каковы их были взгляды. Очень интересные у неё выводы, поэтому советую, рекомендую. Ну и перейдём. Сегодня у нас глобальная задача стоит обрисовать, дать определённые черты, описать истории и в то же время дать более такое конкретное общее представление о характере римлян и об их жизни. Итруски. Мы с вами уже говорили об Итрусках. Мы знаем, что очень многое от Итрусков переняли римляне впоследствии. Итруски создали первое такое мощное объединение. Нельзя его назвать единым государством, потому что Итрусское объединение включало в себя 12 крупных городов. И скорее это было объединение городов, это не было каким-то монолитным государством. Итруски были первыми, которые переняли новую греческую культуру. Мы знаем с вами, что растелявшиеся греки основывать начали свои колонии ещё на рубеже 9-8 столетия до нашей эры. И они поселились на юге Италии и стали контактировать с этрусками. И этруски от греков переняли искусство, товары, импорты, как я говорила. И в то же время они развивали металлургию свою, и этруски были первым производящим промышленным центром на Пенинском полуострове. И сотрудничество греков с этрусками было взаимовыгодным. То есть греки получали от этрусков ту продукцию, которая была нужна им. И в то же время этруски получали предметы роскоши и товары с Востока, которым привозили греки, и в том числе продукцию греческого производства. И таким образом у этрусков формируется новый тип культуры, который потом становится основой для римской. Вот это очень важно понимать. И вот здесь как раз вы видите изображение в гробнице этруской, которое описывает нам пиры, этруские пиры, которые они заимствовали также у греков в своё время. И потом вот эта традиция изображения и элементы искусства, и элементы быта, оно постепенно передаётся римлянам. Потому что этруски были первыми и граничили непосредственно с этим новым государством, которое должно было возникнуть, то есть с Римом. И даже им владели одно время городом Рим. Этруски в жизни древних римлян был период владения ими этрускими царями. Так и называются первые цари Рима. Здесь вы видите изображение, знаменитое изображение супругов этруских. Как вы видите, этруски очень уважительно отрестились к женщине, у них был моногамный брак. И очень большая роль женщины в этруском обществе, она тоже в некоторой степени влияла на менталитет римлян, вот этого нового общества, которое формировалось вот здесь приблизительно. Вы смотрите, вот здесь, на границе. Совершенно верно. Здесь эти латины, остальные племена, и вот всё, что зелёное у нас в виде области, это Тоскана современная или этрурия, как её называли, этруски. Очень интересно, такой проходит водораздел между племенами этрусков и остальными племенами, населявшими этот полуостров. И мы посмотрим с вами сейчас, как развивались их отношения. Они были одновременно, в чём-то они обогащали, но также, безусловно, это было соперничество за власть, ибо этруски хотели подчинить себе остальные территории Италии, а в то же время зародившийся очаг нового такого государственного образования и той властной структуры, которая создавалась в Риме, препятствовала им в этом. То есть получилась очень интересная ситуация, у этрусков возникло очень большое препятствие в лице этой новой общины, и эта новая община, которая образовывалась постепенно на территории Рима, а он был очень непритязательно выглядел, это просто пастбище было, то есть там просто были пастухи, скот, и туда стекались остальные представители, которые были недовольны этрусками. То есть это был такой полюс притяжения всех, кто противился этруской власти. Так что вот такой повстанческий регион получили этруски на своих границах, и отношения у них, соответственно, были очень специфичные и острые. Влияние этрусков на римскую культуру колоссально. Вот практически все элементы, которые мы обычно приписываем римлянам, на самом деле это этруски, то есть они сначала появляются именно в культуре этрусков. Ну, начнем с инженерного дела. Этруски, которые строили колоссальные сети катакомбы с гробницами, и делали это так, что это все не обрушивалось, и создавали также акведуки, между прочим, тоже еще до римлян, арочные конструкции, которые позволяли увеличивать высоту этих сооружений. Гладиаторские бои также относятся к этруской традиции, которая потом была заимствована римлянами. Состязания на колесницах, опять же, гонки, которые потом были очень широко известны, и благодаря, кстати, во многом фильму «Бен Гур», если вы слышали о таком фильме, там показывается как раз эта традиция гонок колесничных, как он приезжал там в Рим, и сейчас в Риме огромная такая площадь есть, которая называется, ну, уже такая лысоватая немножко, раньше там были трибуны, стояли, ипподром, огромный ипподром, «Чирко-Массиму», так называемый, то есть большой круг, очень древнее место. Там еще этруские цари смотрели на состязания этих колесниц. А мы можем только подойти, посмотреть на это поле и перенестись мысленно в те времена. Погребальные обряды тоже были во многом заислены у этрусков. Натуралистический портрет – это один из важных моментов. Дело в том, что греки, они в искусстве стремились к некому идеалу, к некому шаблону, если можно так выразиться, то есть идеальное лицо, идеальные фигуры должны были подчиняться строгим пропорциям. Поэтому на изображениях греческих скульптур мы видим, что лица и фигуры примерно одинаковы. Главная цель была максимально идеально изобразить человеческое тело. Пусть даже далеко не все греки похожи на те статуи, которые мы с вами видим в музее. Вот далеко совсем не похожи. Некий образец идеал. Из совершенно других взглядов были этруски и римляне затем. Они считали, что человек должен быть похож сам на себя, каким бы он ни был, какой бы формы носа у него ни было и так далее. А для чего? Чтобы его потом в загробном мире узнали его же родственники. Вдруг не узнают после такого вмешательства. Поэтому принципиально было важно, чтобы люди на себя походили. И поэтому римские портреты, они очень интересны. Когда на них смотрите, например, в музее Ватикана, вы идёте мимо живых людей. У вас нет впечатлений, что вы смотрите на статуи. Вот очень интересная мысль. Вот если изображена какая-то девушка или ребёнок, например, головка ребёнка, или мужчина, или пожилой человек, и у вас такое впечатление, что он сейчас повернётся и что-то вам скажет, потому что настолько он естественный, настолько он натуральный, и они все разные. Вот вы смотрите, тысячи бюстиков стоят вот так вот, тысячи, буквально в музее огромных количеств, от маленьких до больших, и они все разные, все разные. Не было этого шаблона, было желание действительно изобразить. И это очень большое тоже отличие римских взглядов на искусство от греческих. Элементы религиозного пульта. Точно так же греческое влияние, греческие божества посредством трансформации в этруской культуре, они перешли в культуру римлян. Мы знаем, что у римлян существовали аналоги богов. Это Юпитер и Юнона, это полные аналоги Зевса и Геры у греков. Вы, наверное, слышали уже об этом, знаете. Но дело в том, что изначально у них этого не было, и мы с вами посмотрим, собственно, что же у них было. Сейчас, чуть-чуть позже. Это тоже большое отличие. То есть этруски, они перенесли от греков эти элементы культа греческого, и потом он внедрился, инфильтровался в представления римлян, которые были немножко другими. И знаменитым исследователем этруской культуры, основателем Национального института этрускологии является этот итальянец Массимо Паллоттино. То, чтобы вы узнали этого человека, который очень многое сделал для изучения и для популяризации интереса к этой культуре. Основателями Рима являются Ромул. Ромул, мы знаем, да, отсюда происходит слово Рома, да, она женского рода, напоминает Рома. Вообще город по-итальянски женского рода. Уже нам намекает на роль женщины. И она действительно у римлян была исключительной. Мы с вами посмотрим сейчас на цитаты и на предписания юридические, как они описывают нам положение женщины. Ромул и Рема, они близнецы, братья, и у них были очень такие напряжённые отношения, и вот их, закончившиеся гибелью Рема, они потомки Энея. Вот, собственно, я к чему. То есть, когда мы начали с Вергилия и его Энеиды, то мы поняли, что писалось это для того, чтобы, так скажем, обосновать право Юлиев, которые происходили от Энея. И поэтому царский род, а Ромул был царём Рима. Он не был ни консулом, ни избранным лицом. Ромул – это обычный царь, причём во многом все свои замашки, все свои черты, и даже форму трона, на котором он сидел, он позаимствовал у этрусков. Ибо этруские цари были в силе, в роскоши, и они оказывали очень большое влияние на менталитет тех новых правителей, этого повстанческого, я бы сказала, региона, который образовывался совсем рядом с ними. То есть, очень много он перенял у них. Поскольку своего пока не было, нужно было брать откуда-то элементы управления и элементы общественного устройства. Знаменитая вот эта статуэтка близнецы Ромул и Рем с римской волчицей. Значит, самих вот этих малышей не было первоначально, была только статуя волчицы, которая была отлита этрусским мастером. То есть, главный символ Рима, волчица, это дело рук этрусских мастеров. Они были непревзавидными мастерами литья бронзы, я вам уже как-то говорила об этом. А потом, уже со временем, вот здесь, в 15 веке, мастер Антонио дель Полаёло решил всё-таки показать более конкретно, что охормит она как раз вот этих близнецов, в том числе и основателей города Рима. Многие, наверное, слышали легенду о том, что Ромул и Рем были, так скажем, выброшены в воды Тибра, потом они избегли смерти, их нашёл пастух, приютил их, они выросли, узнали, как плохо с ним поступил родственник, царь, и вернули себе правление, поскольку они имели право быть царями этого региона. Это картина Рубенса, Ромул, Рем и Волчица, и постоянно тема в западном искусстве это обыгрывала. То есть фактически любой художник, хоть когда-нибудь, но всё-таки к этому мифологическому сюжету имел отношение. Где же оказывается Ромул и Рем, и где же, можно сказать, сердце, колыбель города Рима? Мы начнём с города Рима, и потом посмотрим другие города. Вот он как раз, эта фотография, вот это возвышение многоярусное, видите, да? Вот это называется палатинский холм, палатин, от слова палаццо, палаццо, дворец. Отсюда происходят эти слова. Именно на этом холме, собственно говоря, и происходили очень важные события. Была резиденция царей и римских царей, и поэтому можно сказать, что он является вот таким всё-таки ядром. Не Капитолий, а вот Палатин, именно истории самого города. Холмов в Риме много. Из них мы знаем, что он 7 холмов, да? Традиционно. Палатин, Капитолий, Кверинал, Эсквелин, Виминал, Целий, Авентин, а также два ещё дополнительных холма. Это Ватикан и Яникул. То есть не 7 даже, а скорее 9 холмов. Как ни странно, да? Вроде бы 7 холмов, да? Ну, любят число 7, понимаете? И всё подгоняют к нему, обязательно должно это быть. Капитолий, можно сказать, второй по значению для римской истории. А вот холмы Кверинал, Эсквелин – это холмы, на которых проживали другие племенные группы. Не Латины, которые там поселились и представителем которых, собственно, был Ромул, а также на Эсквелине проживали этруски, на Кверинале проживали Сабины или Сабиняне. И из-за вот этого, так скажем, очень близкого соседства сильных племён, у которых была своя структура, там организация, свои вожди, вот из этих трёх компонентов – Латины, Сабины и Этруски – и складывается город Рим. Представляете, то есть вот из этого единения этих культур постепенно. Ватикан, кстати, тоже холм, связанный, как считается, с традицией этрусков. Считается, что это был холм предсказаний, такое священное место. Видите, какая интересная параллель, да, Ватикан? Ватичинио в переводе – предсказание. То есть это уже издревле какое-то особое священное место было. Предсказания? Да, да, ватичинио, ватикан. А такие холмы, как Виминал, Цели и Авентин, они вообще были во многом за чертой города. Там вообще почти ничего не было, и они постепенно входили в эту городскую черту. То есть обжитыми холмами были вот эти четыре – Палатин, Капитоль, Кверинал и Сквелин. Вот так скажем. Остальные холмы постепенно вводились в эту черту города. Палатинский холм, вот сейчас мы можем видеть со стороны Большого цирка. Помните, я бы говорила про гонки колесниц? Вот он, Большой цирк, так называемый. Цирк, не в смысле там животное, а цирк, значит, круг, чирко, круг. Название палатинского холма происходит от слова «пастбище», «палатиум». Представляете, то есть не дворец. Дворец получил название по палатину, но сам палатин происходит от слова «пастбище». Богиня Палис, охранительница скота. И её праздником было 21 апреля. Первые поселения там были очень древние, приблизительно в 1000 году до нашей эры, это первое тысячелетие, ещё задолго до Ромула, там проживали разрозненные племена пастухов. Вот мы с вами видим остатки знаменитых сооружений, ещё времён императорского Рима, вот здесь, вот они, видите, и вот ещё один ракурс, опять же, палатинский холм. Эти, кстати, фотографии сделала я в своё время, когда была, поэтому вот решила поделиться своими впечатлениями, конечно. Размеры вот этого стадиона, этого ипподрома поражают просто, да, то есть едешь, едешь мимо него, он всё не заканчивается, он огромный совершенно. И вот они как раз, те трибы, мы знаем по-английски «трайб племя», трибы, да, напоминает нам это слово латинское, как раз племена. Рамны – это латины, Тиции – сабины, илуцеры – этруски. Вот на эти три группы Ромул и разделил всё население. Ромулу пришлось быть, так скажем, объединяющим правителем разных национальностей. И это было очень сложно. И закончил Ромул очень плохо. Был заговор против него в итоге составлен, и он погибает. Но это обставили таким образом, что он каким-то мифическим образом там куда-то унёсся в клубах дыма, вот в описании. Хотя многие в это не верили, как пишут сами же древние римляне, не поверили. Да, у него была масса проблем. И несмотря на то, что он пытался объединить эти территории, разделить их потом затем на курии, то есть вот эти трибы были поделены на курии, были представители от каждой курии, то есть вот некая такая была идея создания протопарламента, можно так сказать, с представителями родов. Но он встретился с большими проблемами. Первой проблемой были сабиняне, которые проживали на холме Кверинал, и которым не нравилось соседство с новыми латинскими, так скажем, новосёлами, которые там обнаружились. Им никто не хотел отдавать жены своих дочерей, родниться не хотели. И тогда римляне предприняли такой обманный ход, манёвр, который известен всем как похищение сабинянок, который тоже вошёл в исторические сочинения, очень своеобразные. Они просто украли себе сабинских жён на праздники, кому какая понравилась. Потом, соответственно, у них родились дети, и женщины сказали, ну что же мы будем воевать, поскольку мы уже породнились, у нас уже дети от смешанных браков, давайте, наконец, мы как-то примиримся. Вот считается, что опять роль женщины сыграла колоссальную роль в истории Древнего Рима. Не было бы этого примирения, была бы кровавая война, и, возможно, Рима вообще, может быть, даже и не было. Таким образом, сабиняния помирились с латинами на какое-то время, всё равно они спорили по вопросу о власти. И происходило некое сплочение, постепенно сплочение этих различных исторителей. И вот эта проблема сплочения разных общин очень хорошо попытался решить, и ему во многом это удалось. Это знаменитый царь, тоже царь римский, Нума Помпилий. Слышали о таком? Вот это очень важный царь в истории Древнего Рима, может, даже важнее, чем Рому. Он очень многое сделал для реформы как общественных отношений, и религиозного культа, и календарь он даже ввёл. Вот из 12 месяцев, раньше было 10 месяцев календарь до него, он добавил ещё 2 января-февраль, представляете? То есть, чем мы ему обязаны сейчас. Он учредил коллегию понтификов, понтифики – это жрецы, то есть это высшая жреческая коллегия. Народ был разделён по роду занятий, на флейтистов, золотых дел мастеров, плотников, красильщиков, сапожников, коженников. То есть, он учредил цехи буквально. Представляете, календарь, религиозная реформа, учреждения цехов. Другие ремёсла царь соединил вместе, образовал из них один цех. Каждый цех имел свои собрания, сходки, религиозные обряды. Царь в первый раз изгнал ту рознь, которая заставляла одних считать и называть себя сабинянами, других – римлянами, одних – гражданами таций, других – ромула, вследствие чего деления на цехе внесли всюду во всём гармонию и единодушие. Это написал Плутарх, известный римский поэт. То есть, Нума Помпили колоссальную роль сыграл в истории Рима, и опять же, здесь роль женщины прослеживается. Всему этому его научила нимфа Эгерия традиционно, которую он встретил в лесу, и изливая свои проблемы, жалусь ей, она его надоумила на такие преобразования. Но это, конечно, из области уже мифологии, естественно, но в то же время опять же проводится идея роли женщины в истории Древнего Рима, и она очень такая интересная. Капитолийский холм, по большому счёту, это холм, где сосредотачивалась и политическая, и религиозная жизнь римлян. Капитолий, мы знаем, что он уже стал нарицательным, что Капитолия в Штатах, да, они тоже Штаты представляют в некоторой степени себя подобие Древнего Рима, они об этом мечтают, чтобы представлять себя фактически реинкарнацию этой великой империи, они взяли поэтому точно такое же название. Капитолийский храм, это, конечно, сейчас, безусловно, новой постройки, его нет сейчас, вот так он выглядел, этот Капитолийский храм, первоначально, потом он сгорел, он перестраивался, то есть мы не можем сказать в точности, как выглядел этот храм, то есть в общих чертах только. Вот первоначально, и Капитолийская так называемая триада и религиозные взгляды древних римлян, они были очень специфичными. Дело в том, что у римлян у них не было идолов и не было вот той системы зрения, как у греков. Они считали, что у человека есть гений, некий дух, который с ним пребывает в течение его жизни, и этот гений может быть также у каких-то совой, у каких-то организаций, даже гений может быть у цеха целого, то есть просто-напросто какая-то имманентность, как называют культурологи. Ну, может быть, в какой-то степени мы можем, в какой-то степени можем это сказать. Но после знакомства с греками у них произошло такое изменение. Если первоначально Капитолийский, вот Капитолий створял собой единение Юпитера, Марса и Кверина, а кто это такие? Марс – это бог латинов, Кверин – бог Сабинян, точнее, да, гений или бог, вот так скажем. И Юпитер – это верховное божество, бог клятвы. То есть по большому счету одни олицетворяли вот эту троицу, Юпитер, Марс и Кверин, со своим союзом, в большом счет. Даже не с какими-то персонажами, не с богами как таковыми, а союзом сабинских племён с латинскими. Потом, под влиянием этрусков, у них эти взгляды преобразуются в несколько другие, у этрусков была своя триада Тинья, Уни и Минерва, которые затем были преобразованы в Юпитера, Юнону и Минерва. То есть вот таким образом произошла эволюция этой триады взглядов. И из каких-то абстрактных понятий клятвенного союза между племенами оно превратилось, при посредстве этрусков, в такое подобие греческого пантеона, вот этого традиционного. В 509 году был освящен этот храм, и в этом же году, собственно говоря, рождается республика как таковая, поскольку этрусские цари были изгнаны из Рима. Торкви не гордые, последние этрусские цари, они были изгнаны. И рождается вот эта римская республика. Получается, что это союз племен, объединенных общей клятвой и общими интересами. Этрусские, кстати, не вполне ушли из политической жизни. Нельзя сказать, что этрусские совсем ушли из Рима. Напротив, многие были в родственных отношениях с этрускими родами. И этрусские роды также инфильтровались в это новое общество. Они остались в нём. Как ни странно. Римский форум – тоже очень такое знаковое место. Первоначально это вообще было просто болото, заболоченное место. Там была малярия. И там раньше просто хоронили за пределами холмов, жили на холмах, а хоронили здесь. Потом постепенно, постепенно выявилась потребность в неком общем месте для торговли, для общественных встреч и так далее. И при торговлине древнем было очень интересное мероприятие сделано. Это прокладка большой клоаки. Мы знаем, что клоака что-то там такое отрицательное. Клоака – это просто водоотведение, канализация. Была проведена, и таким образом это место осушилось. И стало очень удобно для того, чтобы его можно было застраивать. И потом на этом месте постепенно возникали всё новые и новые сооружения. И каждый император, когда уже в императорскую эпоху, тоже считал своим делом чести построить какой-нибудь форум своей чести. Там обязательно какой-нибудь храм воздвигнуть. Поэтому там так много их, этих форумов. Форум Трояна, форум Цезаря, форум Августа. Очень много. Все хотели на этом месте себя запечатлеть в итоге. Так что форум – это то место, где люди встречались, они общались, они торговали, заключались сделки и обсуждали государственные дела. Там же собиралось народное собрание, там же собирался рядышком и сенат. Сенат вообще в разных местах собирался, где придётся. То на форуме, то в храме Юпитера. Поэтому это место было общественное прежде всего. Очень важное. Есть очень хорошая реконструкция. Мы можем видеть только вот эти какие-то, так скажем, остатки, которые нам мало о чём говорят. Торчащие какие-то колонны, обломки зданий. Если вы зайдёте, например, на образовательный такой ресурс в Ютубе, Хан Академия. Это такой университет для всех. То есть общественный открытый ресурс. У них есть очень хорошая реконструкция 3D. Именно постройку Древнего Рима. На русском языке там всё очень хорошо объяснено. То есть где, что располагалось, как это называлось. Действительно очень хороший ролик. Потому что роликов таких очень много. И сейчас 3D-анимация сделала большой прогресс. И нам могут воссоздавать облик этих древних городов. Вот я тоже рекомендую вам посмотреть этот ролик. Очень хорошо сделан, очень профессионально. Какие же знаковые сооружения на этом форуме были? И чем они важны? Там располагался, вот лучше всего видно из всех останков, огромные белые колонны вот эти. Они всегда на любой фотографии видны. Это храм Сатурна. Точнее, то, что от него осталось. Сатурн – это у нас с вами бог земледелия. Сатурн. Соответственно, с ним связаны и всевозможные хозяйственные представления, и жертвоприношения, и также праздники Сатурналии, так называемые. Посмотрите на даты этих праздников Сатурналии. Это очень древние празднества. Они возникли очень-очень давно, ещё на заре создания самого Рима. Имеют отношение к земледелию. Это с 17 по 23 декабря. С чем совпадает, как вы думаете? С Рождеством. И некоторые традиции тоже совпадают. Дело в том, что в момент этих праздников рабы уравнивались в правах. На это время исключалось, нет, вот у нас сколько, 17 по 23. Всё это время шли праздники. Это были пышные пиршества. Приглашали люди друг друга в гости, они угощали друг друга, дарили подарки. Даже рабам дарили подарки, несмотря на то, что их жизнь практически не ценилась никак. Что угодно с ними могли сделать. Но в это время считалось римлянами, что необходимо вести себя должным образом. Это был действительно такой общенародный праздник, который объединял всех жителей этого региона. И храм Сатурна был очень величественным. И посмотрите, как хорошо он был сделан, что большая часть его всё-таки... Ну, поставляю, с другими постройками. Что от них осталось и что осталось от храма Сатурна. Тоже такая интересная параллель. Вот выглядела его реконструкция вот таким образом. Видите, возвышение очень большое. То есть вела такая лестница мощная наверх. Огромное сооружение. Привязано в 480 г. до н.э. После победы над русскими царями он был воздвигнут. Видите, тоже во многом это способствовало сближению, опять же, вот этих племён. В рамках уже нового царства. Ну, вот так выглядел этот храм. Здесь вот приблизительно форум. Это Табуларин. Это вот тот самый храм Сатурна. Вот он слева. И здесь, рядышком с ним, другой замечательный храм, которым я сейчас скажу. Это храм Согласия. Храм Согласия между двумя самыми известными слоями римского общества. Это плебеями и патрициями. Знаковое сооружение. Посмотрите, видите, насколько он выдаётся, насколько он виден, этот храм. И что он как раз в центре самых значимых построек форума. Это тоже очень важно. Это тоже характеризует римский менталитет во многом. Социальные слои про плебеев и патрициев мы уже упомянули. Конечно, различия между ними были существенные. И на самом заре формирования вот этого римского общества между ними просто был вот этот раздел. Дело в том, что патриции, от слова патр, отец, это были представители тех родов, которые вместе с Ромулом основывали Рим. В основном это были латины. Потом, соответственно, к ним и другие примкнули. Но войти в группу патрициев было невозможно, потому что они строились по родовому признаку. Нужно было принадлежать к роду патриции. И даже если ты сильно разбогател, ты всё равно не станешь патрицией. Потому что и браки были запрещены. Вот вы сейчас очень хорошо заметили. Браки были запрещены между патрициевыми плебеями. Это изначально. И вот путём длительной эволюции, 200-летней борьбы и взаимных уступок, что очень важно, взаимных уступок, потому что римская история, она нам показывает как раз возможность трансформации общества и включения этих новых элементов, и решения этих вопросов. То есть они впервые нам дают вот эту, так скажем, программу эту социальную, как можно, избегнув краха государства, трансформировать своё общество и привести всех к согласию. Ну, по крайней мере, к определённому. Рабов, да, рабов мы исключаем. Безусловно, безусловно, мы не включаем сюда, поскольку эпоха древнего мира – это эпоха, которая существенно отличается от нашей. Но те элементы, которые мы видим уже в культуре Греции и Рима, они с точки зрения наших нынешних воззрений оказываются близки. Земельный вопрос и армия становятся вот такими, да, очень важными моментами. Дело просто в том, что плебеи – это представители, не принадлежащие к родам патрициев, очень разные люди. Они, как правило, были из числа покорённых римлянами племён. Местные люди, которые не имели родства с этими основателями. Но их было довольно много. И впоследствии… Они занимались земледелием, ремеслом. Как правило, они были довольно, так скажем, обедневшими. Хотя со временем плебеи приобретают больший вес, и среди них выделяется даже финансовая аристократия. То есть мы с вами даже можем посмотреть этот процесс сейчас немножечко. Совершенно верно. Финансовые элиты. Но этот процесс занялось порядка 200 лет, вот этих отношений. Дело в том, что после реформ известного царя Сервия Тулия плебеи получили очень важные преимущества. Из них стала складываться армия римлян. И здесь-то, собственно, и крылся дальнейший секрет продвижения и вот этого гражданского мира. Дело в том, чтобы воевать, нужно набрать армию, соответственно, с плебеев. Но если вы не учитываете интересы плебеев, соответственно, воевать они не будут. Что, собственно, и произошло однажды. В результате чего они приобрели себе допуск, соответственно, хоть каким-то элементом самоуправления. Возникла должность народного трибуна. Вы, наверное, слышали о таком. Вспоминаем так что-то из школы отдалённой, народных трибунов. Они просто удалились как-то в V веке на холм авентинский и сказали, что пока их требования не будут до войны, на войну они не пойдут. Пришлось согласиться. Ну и вслед за этим последовали другие преобразования. И потом правители также пытались решить эти вопросы. И постепенно, постепенно, постепенно они приобретают, фактически уравниваются в правах с патрициями. И римское общество приобретает через 200-300 лет приблизительно, можно сказать, это гомогенный такой вот вид. Вот эти различия между патрицией и патрициями стираются совершенно. Они получают право в том числе и заключать браки, и занимать высшие жреческие должности и так далее. То есть общество римское становится гомогенным. Вот этот самый авентинский холм, куда удалились плебеи, его так называют холм плебеев, где они посидели, и в результате этого сидения на холме они получили должности народных трибунов. Там сейчас находятся апельсиновые сады знаменитые, очень красивый вид открывается на Рим, и базилика Санта-Сабина V века, одно из самых красивых мест Рима. Вид был у них потрясающий. Когда они сидели на этом холме, должно быть, да. И сейчас точно так же. Очень красивая река Тибр оттуда видна. Это один из лучших видов Рима. Вот мы видим эволюцию этих социальных отношений. В 1494 году это избрание народных трибунов. В 1551 они добились фиксации законов, то есть чтобы законы были письменные, 12 таблиц, так называемые законы. Затем отменили запрет смешанных браков, таким образом, разрушая вот эти границы. Получили они также доступ к консульству в 1565-1555 год, и в честь чего, раз доступ к консульству, а консулов было два, помним, с вами два консула. Один из них был патрисов, а другой был плебеем, из числа плебеев. Вот они достигли вот такого уравнивания в правах. И вот как раз этот храм знаменитый, храм согласия между патрисов и плебеем, был возникнут как раз в IV веке в Риме. Затем они получили доступ к главным жреческим должностям, и затем, наконец, правозаконодательной власти в том числе. То есть, чтобы признавали законы, которые они принимали. Так что вот такая длительная была эволюция, в результате чего общество римское приобрело относительную гомогенность и возможность неких таких социальных лифтов и всевозможных более гибких отношений. Римская семья. Вот вы сейчас видите такое схематичное изображение. На первом плане стоит домовладыка, патр, фамилия, как он назывался, отец, женщины и матроны. В чём разница? Матрона всего одна в семье. Это жена домовладыки, матрона, главная женщина в доме. А остальные женщины, это могли быть молодые жёны, сыновей, например, дочери. То есть римская семья была большой. Вот как сейчас итальянская семья. И, кстати, во многом вот эти традиции итальянской семьи, они берут начало в этой семье Древнего Рима. И роль женщины также была очень большой у древних римлян. Также членами семьи были, ну и дети, это естественно, да, слуги, тоже члены семьи, вот этой большой семьи. И клиенты. Клиенты это зависимые такие люди, которые приходили и просили помощи у домовладыки, а в обмен он просил их об услугах. Услуги какие могли быть? Военная служба. Военная служба и составлять свиту на выборах и голосовать за него. То есть чем больше было клиентов, чем больше было клиентов у патрона, чем больше было клиентов у патрона, тем больше был его вес в римском обществе. И эти клиенты, они входили в семью. Вот в том-то и дело, что это не совсем, это не так, как сейчас. Потому что это касалось семьи. И патрон там был полностью владыкой в этой семье. И там было, да, безусловно, конечно, общество римское, это общество патриархальное. Хотя очень большая роль женщины, мы сейчас увидим с вами, каким образом она проявлялась. И они были также такой ячейкой общества, как сейчас, например, те же итальянские семьи. Они тоже большие. Там очень много родственников. Они живут как бы, да, в одном таком вот родовым таким вот кланом. И в чём-то, в чём-то вот это проявляется в структуре мафии итальянской. Мы сейчас с вами вспомним по поводу клиентов и людей, которые просят покровительства у патрона. А он разбирает их тяжбы, решает их проблемы. То есть они приходят к нему домой. Он проводит с ними каждый день какое-то время, как с родными и близкими. Эти клиенты, он сидит вместе с ними в атриуме и разбирает их проблемы и тяжбы. А взамен они, соответственно, оказывают ему поддержку. И в том числе они служат у него. То есть по большому счёту военная служба является такой услугой. И римские имена, римские имена, они тоже были очень интересные. Мы знаем, например, что римское имя состояло из нескольких частей. Например, Марк, Тулей, Цицерон. Марк, Тулей, Цицерон. Из них, смотрите, Марк – это личное имя, которое давалось только мальчикам. У девочек личных имён не было. Тулей – это имя рода. И Цицерон – это фамилия. Более мелкая ветвь из рода Тулиев. То есть Тулии могли быть ещё и не только Цицеронами, но и всякими другими остальными. И вот эта трёхчастность, она составляет тоже специфику этого понятия римских имён и римского менталитета, отношения семьи. Получается, что на самом деле самое главное не то, что ты какой-то индивидуум, а ты человек, принадлежащий к роду. Вот и всё. А твоя индивидуальность уже не берётся в расчёт. В первую очередь ты член этого рода. И это тоже очень важно. Власть, кстати, домовладыки была очень большой, огромной. Он мог, вплоть до того, что он мог продавать изначально, на заре, так скажем, республиканской, он мог продавать даже детей в рабство. Он был полным владыкой над жизнью и смертью своих же детей. И также тех детей, которые рождались у него в семье. Например, это его внуки. Прежде чем показать там ребёнка отцу, всегда показывали патрону. Вот этому paterfamilias. А он уже смотрел, как там новый член рода. Достоин или недостоин остаться в его семье. И сыновья были так же бесправны, как и дочери. Не было разницы даже. А когда сын был в своей семье? Он всё равно принадлежал своему отцу и его семья, пока не умрёт. И даже права наследства они не имели. Сын не имел права получить какое-то наследство, пока жив отец. Но римляне редко свирепствовали до такой степени. Как правило, они любили сыновей, всегда поддерживали. Это тоже было удобно, это тоже было хорошо. Вот в чём дело. И что самое интересное, по поводу брака. Дело в том, что изначально женщина, девушка, она принадлежала мужу, семье мужа. Но потом, потом был принят закон, по которому она всё равно принадлежала своему отцу. И он мог в любой момент добиться развода и забрать свою дочь. Не нравится ему зять или что-то ему не так пошло. Он просто забирает дочь обратно в любой момент, поскольку дочь остаётся его. Она его до конца своих дней принадлежит к его роду. И вот в этом плане здесь проистекает такая уверенность и такая самостоятельность римских женщин и итальянских женщин до сих пор. Они довольно, они очень уверены, они довольно иногда жёсткие, и они чувствуются всё-таки какая-то вот эта древняя традиция. Они всё равно остаётся близки к своему дому. Для итальянца нормально, что он может 2-3 часа разговаривать с мамой по телефону каждый день. Даже если ему 45, 50 и так далее. Это нормально, да, то есть прежде всего. Поэтому женщины итальянские, они довольно независимы по своему характеру. Как это ни странно. Они не вот так вот импульсивны. Они очень независимы, довольно хладнокровны. И могущество женщин было очень велико. Они были очень самостоятельны. Единственное, они не могли только имуществом распоряжаться. Что-то там продать по собственной воле и так далее. В остальных случаях они вели абсолютно светскую жизнь. Они выезжали на приёмы, они принимали у себя друзей, знакомых из разных, да, селаевцев, сенаторов, да, например. Дружили с семьями и родами. Принимали у себя и женщин, и мужчин в том числе. И многие приходили, чтобы попросить что-то у патрона, они приходили к Матроне и советовались с ней. И зачастую у неё знакомств было полезных, политических всяких, общих, было даже, может быть, даже больше, чем у её мужа. То есть она была очень самостоятельной и очень могущественной. И вот здесь как раз изображено, вы видите, очень известное такое изображение. Это дочка Марка Антония, о которой мы уже говорили. Антония младшая, которая была невероятно могущественной в своё время. Она стала матерью императора Клавдии. Она владела большим количеством собственности и земли, которая ей перешла в итоге. И её благосклонности добивались, точнее, в каком плане благосклонности, добивались именно дружбы и пособления в каких-то политических вопросах. К ней приходили, она была очень могущественной. И она была ещё и своенравной, и довольно жёсткой женщиной. Даже своего сына Клавдия, будущего императора, она считала его слабоумным и называла какого-то человека недалёкого. Она говорила, он ещё глупее, чем мой сын Клавдий. Вот это мама была у Клавдии, я бы сказала. Тяжело, наверное, было жить с такой властной женщиной. Вот в чём дело. И в итоге закончила она жизнь самоубийством из-за того, что с ней не посчитались её мнением и так далее. Там очень сложная была история, вы можете потом почитать о ней. Но очень интересная, конечно, женщина, очень могущественная. Дети. Если мальчики получали имена, то девочки назывались по имени отца. Почему она Антония младшая? Потому что была её старшая сестра, которую звали Антония Старшая. А было бы ещё 3-4 дочки, то было бы первая, третья, четвёртая, пятая. Вот и всё. Квинта, да, мы знаем, что такие имена были. Вот оно имя отца, даже своего нет. Имя отца, которому она принадлежит, его роду. И её порядковый номер, так скажем. Так что вот такие были отношения. И в то же время, с Артуром, имен не было, власть этих женщин была очень большой. Тоже очень важно. То есть она не принадлежала мужу, римская женщина. Она принадлежала отцу. То есть она не принадлежала замуж, а не меняла имя? Нет. Нет. То есть она не могла стать матроной, да? Она становилась матроной, когда была женой главы рода. Главы рода. Если она выходила замуж за сына патрона, главы рода, то, конечно, она матроной уже не была. Она была в подчинении вот у старшей этой женщины, у самой вот этой матроны. Вот так. Но всё равно принадлежала отцу. Если что-то не нравилось, она могла пожаловаться отцу, он мог её забрать обратно. И всё. Вот так. А вот её отец заберёт от детей и её поставит? Дети принадлежат всё-таки патрону. Всё-таки дети принадлежат мужу. Редко бывали такие случаи, что приводил к каким-то душераздирающим таким последствиям. Иногда бывало, что патрон умирал, и, естественно, что отец забирал обратно вместе с детьми. Вместе с детьми. Такое тоже бывало. Вообще, римляне, ну так скажем, всё равно ценили брак. И причём они идеализировали. Они считали, что если человек живёт в браке довольно долго, он достоин уважения. И женщина достоин уважения, которая живёт в браке. Конечно. Конечно. Конечно, безусловно. Но вот в их психологии, в их менталитете это отложилось. Что ты принадлежишь своему роду, но не принадлежишь мужу безразделием. Вот так скажем. Это очень важно. Ну, как говорится, речь шла о более каких-то, может быть, не таких осложнённых ситуациях. Вот в чём дело. Да. Кстати, да, безусловно. Вот я хочу вам сейчас немножко прочитать. Буквально маленький фрагментик. Цицерон пишет про консул Цицилию Метеллу по поводу вражды к нему брата. Трибуна Метелла, что он приходит к Матроне со своей проблемой, Цицерон. Узнав, что он всю силу своего трибуната направляет к моей гибели, я вступил в переговоры с твоей супругой Клавдией и с вашей двоюродной сестрой Муцией, расположение которой ко мне я испытал во многих делах, прося их внушить ему воздержаться от своих неправых действий. Вот в Греции, как считает профессор Зелинский, такая фраза была бы немыслима. Потому что в Греции женщина была тенью, она никуда не выходила, ни в каких общественных делах не принимала участия. То есть это совершенно, абсолютно другой менталитет. И я говорю, он имеет очень древние корни. Вот, кстати, книга профессора Зелинского, эта книга была написана ещё в далиционные времена, в 1914 году, первое её было издание, это профессор Санкт-Петербургского университета Зелинский. Она одна из лучших по истории античной культуры, поэтому она у нас есть, вы можете взять её, почитать. То, что она прекрасно даёт параллели, сравнение между Грецией и Римом. По поводу римской одежды, вот мы уже видим, вот так должна была выглядеть римская Матрона. В отличие от греков, она должна быть полностью закрыта, допят, многослойная одежда. Вот это тяжёлое платье, очень глухое стола называлось. Названия греческие, но модификация римская. Попроще одежда римлян отличалась от греческой. Если у греков преобладали какие-то множество складок и так далее, какие-то цвета очень такие броские, то считалось, что очень цветную одежду носить в Матроне не очень хорошо, не полагается её статусу. Сдержанные цвета, и до сих пор итальянцы очень любят сдержанные цвета. Если заметили, бежевые, серые, коричневые тона, всё это опять же из этого менталитета проистекает. То есть яркие цвета носят какие-то женщины, не очень хорошее поведение, на их взгляд. Но впоследствии, когда они познакомились с роскошью восточной, конечно же, римские женщины сказали, хватит, и стали одеваться уже более нарядно. У них были тонкие ткани, шелка, которые вызывали иногда негативную реакцию. Но что поделать, женщина всегда хочет быть красивой, правда, её там не удержишь. И, кстати, типичная одежда римлянина и право ношения вот этой одежды, которая называлась тога, мы с вами, да, слышали о ней, это большой кусок в несколько метров белой ткани, который обёртывался мужчинами вокруг тела и забрасывался на плечо, крепился довольно сложно, и они его придерживали, когда ходили. Работать в этом невозможно. Что тога – это только гражданская одежда, то есть только гражданин Рима мог носить тогу. И она была разная, она была бесцветной белой, и она была с красной каймою в разных местах и разной ширины. Таким образом разделялись сенаторы, всадническое сословие, то есть они были таким средством опознавательным. А вот победнее люди, они носили туники или вот такие вот пинула, так называемые. Очень интересные пончи с капюшоном. Вот это уже простонародье. Соответственно, короткую одежду, ведь короткую одежду носили люди уже более такого, то есть это плебс и, соответственно, слуги. Римлян в короткой одежде не появлялся. Он даже в тунике не мог появиться в одной или в хитоне греческом. Греки ходили в хитоне, для римляна нельзя было. Ты полуодет. Хитон – это домашняя одежда, поэтому носить я могу только дома. А в то же время греки носили её и на улице. То есть вот такая разница в менталитете абсолютно. Образование в Древнем Риме преследовало прежде всего практические цели. Прежде всего, это научить детей, причём и девочек тоже, читать и писать. Все женщины римские были грамотные, они все умели читать и писать. Для чего? Чтобы вести хозяйственный учёт, бухгалтерию дома. Поэтому часто изображались с такими палочками для писания и табличками. Многие считают, что это было изображение поэтессы. Нет, нет, это был как раз её атрибут женщины. Такой бережливой хозяйки, которая всему ведёт учёт. Школы, первоначально для совсем маленьких детей, первого возраста до 12 лет, туда ходили и мальчики, и девочки. Не было такого разделения, что женщине нечего делать в школе. Нет, они тоже учились. Но если девочка до 12 лет выучилась читать и писать, ей было достаточно. Она могла вступать в брак и дальше подсчитывать свои хозяйственные расчёты. Мальчики после 12 лет поступали в грамматические школы, как их называли. Они там углублялись в чтение поэзии, поэм, тех же самых древнегреческих и древнеримских. И туда дальше уже с возрастом особые, так скажем, слои населения также отправляли своих детей в риторические школы, когда готовили их к государственной карьере. Риторика занимала важнейшее место в римском образовании. Если ты не умеешь красиво, хорошо излагать свои мысли, тебе нечего делать в государственном управлении и вообще на всей этой службе. Потому что произносить речи в Сенате надо уметь. И Цицерон прославился тем, что он произносил такие пламенные речи, что невозможно было уйти от него неубеждённым в его точке зрения. Это было очень важно. И причём даже моральные стороны вопроса, о чём идёт речь, не имело значения для римлянных. Главное было так составить эту речь, чтобы убедить в своей правоте. Вот в чём отличие. Поэтому и потом уже в дальнейшем обсуждалось, что была ли там добродетель или просто формальность в этих речах. Собственно говоря, какое их основание? Просто убедить в своей точке зрения. Первый, кто написал хоть какое-то похожее на педагогическое сочинение, это был Марк Порций Катон, старший, он написал сочинение к сыну. Чисто хозяйственное сочинение. То есть как возделывать землю, как управлять домом и так далее. Общие вот эти понятия для мальчика. Долгое время этого было достаточно. Как вести хозяйство, знать законы и так далее. Но потом под влиянием греческой культуры, конечно же, и греческих учителей, которых стали приглашать и оплачивать и потом их работой, они приобщились к другим предметам. Причём, что самое интересное, дело в том, что философия в Древнем Риме, греческая, долгое время вообще не приживалась. Они считают, что это не нужно. Вот нужно что? Грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия. На страну. Вот да. Ну как раз диалектический вот этот спорт, возможность что? Да. Но это философия. Но опять же не в греческом вот этом своём варианте. Понимаете? Вот всё равно их она не волновала. В той степени, в которой она волновала греков. Поэтому главное для нас это уметь красиво говорить для римлян, убеждать в своей правоте. Геометрия, арифметика, конечно, важны при строительстве, безусловно, потому что римляне всё-таки великие строители. То есть практическое знание, практическое. Не интересовали их вот эти гуманитарные науки, только позднее они стали к ним приобщаться, позднее уже к концу республиканской эпохи. И пишет Гораций, «Сыновья благородных центурионов к левой руке, подвесив пеналы и счётные доски, шли обучаться. Проценты по идам, так назывался 15-й день в месяце, это время платы долгов. Проценты по идам считать и просрочку». То есть вот он, да, вот этот менталитет римлянина, то есть юридический менталитет. Юридический. И практически ориентированный. Это, конечно, был недостаток. Писали они на восковых табличках, потому что можно было стирать. Детям не давали бумагу, чтобы они её не портили. Редактор субтитров А.Семкин. Ну да, это были доходные дома, потому что их арендовали. То есть люди, кто, естественно, хотел проживать в городе, занимался какими-то делами, на первом этаже жили люди более состоятельные. На верхних этажах менее, но они все снимали. Они платили за арендную плату. Они хотели жить в городе, и, соответственно, да. Да, доходный дом, совершенно верно. Доходный дом. Ничего не приняло. Городный дом надо отчёт. А в аренде. Да. Вышли с городом. Римский город первоначально не имел какой-то чёткой планировки. Не было в нём пересечения диагонального улицы. Точнее, перерывинтикулярного. Строили просто вокруг какого-то центра. Тот же Рим. Он не имеет регулярной застройки. И в то же время, после того, как они стали активно заниматься войной, по большому счёту, да, римляне, то они стали строить города по примеру войска, который стоит. И у них были две линии. Кардо и Декуманус. Кардо – это линия, которая проходила с севера на юг, и Декуманус с востока на запад. И, соответственно, вся планировка дома была очень чёткая. Как вот, например, современный Нью-Йорк. Мы знаем, да, у них там авеню, дистрит, они идут. Соответственно, перпендрируем друг к другу. И города, вот я ещё раз говорю, более ранние города, они не имеют вот такой чёткой планировки. А в то же время более поздние города уже фактически строятся вот по этому принципу римского войска. И вот город Остия как раз представляет в себя тот вариант города, который построен по варианту римского войска. Остия. А у них какие войны не разрушили? Ну, как же, ну, конечно же, вторгались же, теперь имена германцев с севера были. Но в основном, вот можно сказать так, что большинство римских городов всё-таки уцелело. И в Средневековье являлись сосною для строительства на них уже новых вот этих, да, эпохи Возрождения. Конечно, конечно. Безусловно. Вот Древняя Остия, там тоже одна минутка буквально. Посмотрите, как выглядела этот город при конструкции. Вот это то, что сейчас осталось. Это один из лучших, сохранившихся до наших времён городов римских, Остия. Это недалеко от Рима, на берегу. Это порт римский. Смотрите, очень похоже на современные здания, да, итальянские. Да, в Америке много. Вот в провинции очень много, да. Вот похоже на эпоху Возрождения в чём-то, да, если мы посмотрим с вами. Вот посмотрите, да, геометрический вот этот орнамент. В чём-то похоже, да, на современные итальянские города. Это недалеко ушли. Эпоха Возрождения, то есть возрождала опять античные традиции в искусстве. Я так уже говорил над тем. Смотрите, какая красота была в те времена. Там пришвартовывались корабли. Вот так она выглядела сверху. Сейчас там большой такой археологический парк. То есть можно бродить, смотреть. Там очень в хорошем состоянии даже здания некоторые есть. Как в Помпеях. В Помпеи тоже хорошо сохранились. Вот такой порт. Современные жители Рима ездят туда купаться в море. То есть для них это набережная. Как у нас Волга, так они ездят в Остию купаться. Да, да. Ну и, соответственно, все атрибуты греческой тоже жизни. Это амфитеатр, которым давались представления. Вот это набережная, да, видите, по которой идет человек рассказывает нам Альберт Анджел. Вот так она выглядела. Посмотрите, да, какие мощные сооружения. И таких городов было разбросано на всей территории Древнего Рима. То есть вот представляете, это страна вот таких городов, да, по большому счету. Такие реконструкции позволяют нам ощутить вот этот объем, сам, размеры. Очень большой город. Это тоже образовательный ресурс такой, Альтаир 4, где тоже вы можете посмотреть в общественном открытом доступе. Интересный фильм. Инженеры. Во многом мы сначала у греков учились, потом сами выучились, да. Вот как раз, да, греческие как раз города вы видите. Помните, на прошлой лекции я вам говорила? Вот отсюда все традиции-то, архитектурные в том числе. Вот оттуда, оттуда. Конечно, конечно. Вот так выглядит сейчас современный Неаполь. Огромнейший мегаполис, огромнейший. Ну вот древняя протенопа, также основанный римлян. Вот так выглядел античный Неаполь, да, вот его центр города как раз в те времена. Чтобы посмотреть масштабы. Ничего не изменилось. Да, во многом, да, во многом, конечно, там остается. Вот античный Милан, вы видите, тоже никакой регулярной застройки нет. Он в форме сердечка такого, видите. Тоже это Милан. Ну и Помпеи. Помпеи, город высокой культуры быта, как говорится. Безусловно. Колоссальный город, который прекрасно сохранились, и главное, сохранились великолепные фрески. Портрет молодой девушки, вот самая известная фреска. Видите, у неё стилус в руке, да, и как раз вот это, таблички, она что-то записывает. Многие думают, что это, она записывает стихи, что это поэтесса Сапфо, но сейчас вот считают, что всё-таки это женщина состоятельная. Видите, у неё золотые украшения. Это, да, из благородных дам, и она занимается хозяйственными делами, она Матрона. Вот что осталось от таких вот сооружений помпейских, это вдоль улиц, там также были рестораны быстрого питания, куда можно было зайти. Это вот как раз остатки, видите, круглые отверстия, это плиты, где готовилась еда. Подавалась та же, да, это знакомая нам пицца, это очень древние лепёшки. И водопровод, система водопровода, система канализации была одной из лучших помпей в древнем мире. Посмотрите, вот это сейчас, видите, современные вот стоки, вот эти вот заградительные блоки, что въезд запрещен, указательные знаки, куда пройти, где какой магазин расположен. Да, очевидно, это, видите, внесут амфору. И вы видите, вот высота тротуара превышает высоту дороги. Почему? Для того, чтобы там, когда загрязняется экскрементами, соответственно, ослов, быков и всякого тяглого животного, то пускалась вода в определённые часы, люди знали об этом, и просто смывалось это всё. Нечистоты, то есть, да, да, да. И вот там, видите, такие вот камешки, по ним переходили люди, дамы, мужчины в одежде, чтобы не запачкаться случайно. Так что это вот город высокой культуры будет, конечно, конечно. Главное, у них хватило ума не создавать автомобиль. Да, это точно. И вот как раз великолепные фрески, я вам советую посмотреть немножечко, да, в свободное время, полистать всё-таки, да, тему Помпеи, помпейских фресок, непревзойдённые образцы. То есть, все дома были расписаны. Это была шикарная живопись в традициях, как греко-восточная роскошь была характерна для помпеев. Это вот первоначальный этап росписи, и в конце концов они приходят вот к таким великолепным совершенно сюжетам, которые очень похожи на живопись эпохи Возрождения. Посмотрите, какое качество прорисовки, какое качество, даже психологически, это портреты конкретных людей, не просто какие-то даже абстрактные вещи. Это знаменитая вилла мистерий, зал дионисийских мистерий, так называемый. То есть, это очень-очень важно. Они даже не похожи на современство. Ну, конечно, может быть в чём-то. Одежда, одежда, конечно, тоже очень влияла. Посмотрите, да, посмотрите, какой вот ещё вариант. Это третий так называемый стиль, орнаментальный. Изображались сады, птички, совершенно натуральным образом. То есть, вот эпоха Возрождения только пыталась снова приблизиться к этим стандартам, на самом деле. Это район Рима, вилла Ливия, жена Августа, Прима Порта. Тоже изображение очень натуралистического сада, птиц, какое атмосферное. Вот такие фрески-росписи, фантастический стиль Дом-Ветер. Обратитесь, пожалуйста, к этой теме. Я вам советую. И посмотрите ещё раз помпейские фрески, потому что это великолепное произведение искусства. Ну, а на этом мы с вами заканчиваем нашу лекцию. Большое спасибо вам всем за внимание. Сейчас я сфотографируюся. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо.